И где-то за неделю до Рождества он решил, что он останется подольше, чтобы распространить побольше книг. Обычно приедные оставались до 7 вечера и потом возвращались к храму. И он решил остаться где-то до 11 вечера. И был очень такой длинный день. Потому что обычно начинали в 10 утра. Тринадцать часов ходить по парковке это очень тяжелая работа. И обычно когда предные возвращались, то для них были какие-то печенья и горячая молка. Так что Рамешвара вернулся из книги в 11 вечера. И он пошел и купил хлеб и кухни. И он увидел, что никого нету. Единственный человек, который там был, это тот, кто кладовчик, который собирал деньги. Так что он пошел и увидел, и он сказал, что «Все все уже пошли?» Но это работа не только для некоторых преданных. Каждый должен быть распространителем книг. Каждый должен носить с собой 3-4 книги. И где бы мы не встречали людей, мы должны предлагать им взять книги. Если вы ждете на автобусной остановке, там тоже очень много людей ждут. Может, после того, как вы сядете в автобус. И если автобус не сильно забит, то можно поговорить со всеми, кто едет в автобусе. И вместо того, чтобы просто терять время, когда вы едете в автобусе, вы можете посвятить это распространению книги. Это не так уже сложно. Вы просто говорите людям, что эта книга о духовной жизни. Вы даете им информацию, как быть счастливым. Действуя согласно нашему изначальному положению. Пожалуйста, возьмите эту книгу и прочтите. Я думаю, она вам понравится. И потом попросите о пожертвовании. Очень просто. Ну, конечно, не каждый возьмет. Поэтому вы должны быть готовы, чтобы услышать «нет». По традиции обязательно идет прославление и поздравление приема. Поэтому я хотел бы попросить, чтобы Прабу в ту часть освободили и сюда пересели эту историю. И за то, что он участвовал, кстати, тоже очень активно в этом фоне. Это его милец Данешура Прабу. Мы хотели бы подарить от храма этот подарок. Это ресасана для шелограм, который находится в Данешура Прабу. Шелограм – это Парха Сарадхи Божество. И, может быть, Данешура Прабу сейчас более расскажет об этой шелограме и об этом Божестве. Большое спасибо за этот подарок. Я на него очень долго смотрел. Я в Америке продал машину, и я думал, что, если я продам машину, я смогу купить. Но, так или иначе, я ее еще не продал. Кто-то узнал о моем желании и исполнил. Это будет замечательно преподнести это Парха Сарадхи. Многие из вас знают, что я поклоняюсь Парха Сарадхи к своему Божеству, потому что он произнес Бхагавадгиту. Я заметил, что в этом мире людям очень сложно жить согласно наставлениям Бхагавадгита. И, конечно, мы говорим о доминирующей культуре, как это работает так много против нас. Поэтому, каждый день я молюсь Парха Сарадхи, чтобы мы могли жить согласно его наставлениям Бхагавадгита. И я убежден, что скоро мы сможем увидеть это. Начнем мы здесь, в Днепропетровске. Поэтому я хочу поблагодарить всех, в Днепропетровске, чтобы я здесь чувствовал себя хорошо. Вы делали все возможное, чтобы я здесь чувствовал себя хорошо. Вы исполняете любое мое желание, которое у меня появляется. И я даже не могу представить, что бы было лучше. А также я хочу взять эту возможность сделать специальные благодарениям, чтобы обижать… Матер Эллен. Потому что без ее помощи я бы здесь чувствовал себя совсем беспомощным. Спасибо каждому из вас за вашу любовь и доброту, за вашу любовь и доброту. Хотел бы вначале перечислить тех, кто участвовал в марафоне. Потом мы будем поздравлять тех, кто занял первые 10 месяцев. То есть те, кто участвовал в марафоне в декабре месяце. Это Ромарупа Прабуд, Девократска Прабуд, Аланкара Прабуд, Леоненко Александр Прабуд, Судама Прабуд, Бахта Рита, Тачи Виктор, Мандалешфари Девидаси, Лиламбрита Девидаси, Денис Глебко, Арчи Игоряхан, Лиламбрита Ридая Девидаси, Нила Девидаси, Дима Казанцев, Джай Кришна Прабуд, Ананта Блиндавани Девидаси, Вишарада Девидаси, Слава Наума Вица, Санатана Гасвамина. Матаджи Чуванина, Дима Аляпкина, Дима Селивона, Виталий Богдан, Андрей Косенко, Вишфадакшина Прабуд, Красненко Галина, Матаджи Чуванина, Матаджи Чуванина, Нарада Кропи, Шахти Сварупа, Пхагиватя Девидаси, Слава Катарец, Джарати Девидаси, Синга Рупору, Матавиловы, Быков Андрей, Дариса Акосенко, Абадада Девидаси, Вилла Карха Девидаси, Имангела Девидаси. Это те преданные, кто участвовал в марафоне. Также хотелось отметить, это те города и наши замечательные кафе, буксто, это те, кто участвовали тоже в марафоне. И, как я люблю их отметить, это город Запорожье, который распространял 421,8 очков. Город Запорожье. Наш храм, это буксто, который распространял 88,7 баллов. Также храм Десимхи, который знает, где он сейчас строится. Он распространил книг нашим 63,75 баллов. Кафе Домодара, который распространил 39,5 баллов. Днепродзижинск, который распространил 9,6 баллов. И Кривый Рог, который распространил 3,6 баллов. Сейчас мы будем приглашать сюда преданных, за ним пошел в первую десятку. Денис Глебко, это преданный, который приехал сюда из города Минска, из Белоруссии. Он приехал учиться на Бахта-програме. И так как они были постоянно заняты служением, этот преданный, он выходил очень часто на Санкиртану. И представьте, то есть он вошел в десятку. Это молодой Бахтар, который недавно пришел в сознание Кришны. И он распространил 10 больших книг, одну среднюю и три маленьких. И тем самым у него 16,3 баллов. Али-Али-Али-Али-Али-Али-Али! Еще один момент хотел сказать про Дениса. Он установил такой рекорд. За 40 минут он распространил 9 баллов. Гори, боже, боже. Сейчас его нет, он уехал к себе, потому что не закончился с Лизой. Надо было бы езжать. По возможности мы постараемся передать ему это как подарок. Следующий у нас Лиламрита Девидаси, которая распространила 23 больших книг, 5 средних, 7 маленьких. У него 41,55 балла. Ари, боже. Есть у нас Лиламрита? Ари, 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 ари. Полгую распространяют книги. Я даже затрудняюсь сказать уже сколько лет. Но похоже, как это называлось здесь, в движении. В городе Днепропетровске. С того времени она стояла в книге. Это Мандалеша Девидидаси. Она своего рода. Она заняла 9 место. 14 больших книг, 25 средних и 13 маленьких. Ари, 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 ари. Седьмое место занял Мандалевич Чиев Виктор. Он распространил 30 больших, 16 маленьких, или средних, 9 маленьких книг. Тем самым они 83,35 балла. Спасибо всем. Приняное, что-то у нас хорьба такой. Почти шмопа. Наверное, никто не завтракал. Давайте поприветствуем преданных так, чтобы здесь стены задрожали. А то они не слышат и думают, кто для них хочет. Виктор Пробуз Кривого Рога. Ари, 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 ари. Шестое место занял Бахта Виталик. Он распространил 110 больших книг. 7 средних и 33 маленьких. Гори! Гори! Первые герои. Мы хотим его наградить, на самом деле, особым подарком. Скажем так, что наши дяди уже, по-моему, только в прошлом году мы подарили подарок, вручали, и хотелось бы, чтобы его все голосовили, чтобы он оставался в такой одежде очень долго. Снял книги. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это, все знают, да, это шафрана в отходе, это брамачарик, который его одевает и который потом дает обед носить его. Может быть, не до конца своей жизни, но в такой период, когда он будет оставаться в храме. Снял книг Снял книг АПЛОДИСМЕНТЫ Снял книг АПЛОДИСМЕНТЫ Снял книг Снял книг ещё узнают, поскольку это замечательное занятие. Шелковый Бад, он хотел очень, чтобы в ней распространялись как можно больше, и чтобы мы были инструменты в его руках. Господь оказался очень милостив. Позволь мне заниматься распространением книг. И я хочу попросить у всех вас благословений. Может быть, кто-то из вас не может распространять книги. Поэтому я готов делать это за вас. Я хочу сказать, что это очень смиренный преданный, который всё, что он делает, он предлагает духовному учителю. И всегда с мыслями о духовном учителе старается выполнять свое сражение. Виталий Прабу Киев! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И это уже получает большой книг. 4 в средних и 15 в маленьких. Тем самым, у него 185,55 балла. Аплодисменты. Само проявление смирения. Суддам Ахруба, он тоже очень давно уже в храме, очень долго распространяет книги. И решили сделать ему такой замечательный подарок, для того, чтобы он уже выходил на Санкт-Петербург и брал еще с собой больше книг, сколько можно сюда присоединиться. Если сюда не будут помещаться книги, то мы готовы ему подарить еще больше книг. Обратите внимание, это рюкзап любимого цвета Господа Джанаски. Черт. 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 грн то что на самом деле бывает тяжелое когда мы продолжаем с какого спустя какое то время мы видим как кришна он проиграется я хотел бы пожелать что каждый принадлежит в своей жизни это независимо я не имею это то что санкиртана там у нас общее движение санкиртана это подразумевается то что мы прежде всего показываем своим примером окружающим людям соседям считается как пробовать поэтому это бы что попыталась взял в себе в жизни часть миссии хотя мы так не взяли конечно мы просто напоминали себя об этом то что мы всегда представляем шоу упаду каждый день вспоминали в этой жизни по ходу мы можем распределить один премьер я знаю он работает он работал ну это еще давно было и он у него была ответственность но тем не менее он каждый вечер выходил и идя с работы домой он заходил в этот подъезд и проходил этот подъезд распределил пару книг потом потом со спокойно так или иначе у нас общее движение я хотел бы просто поблагодарить преданных что пришли все участники этой миссии продолжают это Леоненко Александр который распространил 114 больших книг 19 средних и 15 маленьких тем самым 193 балла 193 балла этот подарок замечательный подарок который мы ему дарим о нем как бы более подробней как он этот подарок появился и почему у нас такое родикло желание именно подарить ему вот расскажет Слава На самом деле в этом кулечке находится уже не новая вещь. Ей пользовались это плеер MP3, которым пользовался Ядунат Прамбу. Ядунат Прамбу 8 лет назад очень хотел поехать в Индию. Он собирал деньги и уже собрал достаточно много денег, чтобы поехать в Индию. И с программой к нам в СНГ приехал Архини Сута Прамбу. И эти все деньги он пожертвовал на распространение книг. Там проводилась программа, то ли раздача, то ли по сниженным ценам книги. Ядунат Прамбу, он все деньги отдал на эту программу, и таким образом распространялось очень много книг. И даже будучи очень больным, и когда он лежал, уже несколько дней ему оставалось до ухода, он всегда интересовался, ну как книги распространяются ли книги, как преданные. И преданные приходили и всегда рассказывали ему, как распространяются книги. И он всегда вдохновлял даже... Николай Прамбу Борода пришел, он никогда жизненно распространял книги. И Ядунат Прамбу говорит ему, ну что, вы не распространяете книг? А Николай говорит, да нет, вот как-то не пришлось, и все. То есть надо обязательно распространять книги. И уже через несколько дней на Новый год Николай Прамбу езжал с несколькими книгами, говорит, я там зайду к своим знакомым, куда-то где-то распространю. Вот, так этот преданный Ядунат, он всегда переживал за Сан-Киртом, он всегда переживал за миссию. Последние дни он всегда говорил, надо жить в миссии. Вот, и поэтому мы этот клейер подарили Саше, чтобы он тоже продолжал думать о Сан-Киртом и переживать за Сан-Киртом. Вот, до последних дней. Алибо! Есть много видов служения, как все знания. И все они приводят к совершенству. Ну, с помощью этого надо достичь. Любить Бога. Ну, Сан-Киртом — это как бы служение, на котором все очень ускоряется. Все процессы. И это как бы служение, которое побуждает нам быстрее предаться Господу. И реализовать то, что написано в Писании. Я хочу попросить Ваше обосновение, чтобы Вы обосновили на то, чтобы я как можно дольше занимался этим служением. Насколько хватит сил и здоровья. Паргани deu. Сейчас у нас будет такой замечательный преданный, который занял третье место. Это храм Ачайи, который долгое время уже находится в Санкиртане. Я помню, как он пришел в Санкиртане. До этого, когда он еще не жил в храме, он встанял к ней и выходил. Выходил на улицу очень часто, выходил в Санкиртане. Я думаю, что он, может быть, сейчас больше нам расскажет о том, как он начинал. Потому что, на самом деле, это очень удивительно. И он расскажет, я думаю, что даже о том, кто его этому учил. Я не буду говорить, он сам об этом расскажет. Это преданный Алан-Кару пропов. Он распространил 162 большие книги, 9 средних, 28 маленьких, 260 баллов. На самом деле, это не моя заслуга. На самом деле, это милость Машнала, таких как Маширата, Судава. На самом деле, различные преданные, которые молятся. Такая самая, я уже на самом аппарате. Ну, на конечке. Такая самая группа Ада и вся парампура. На самом деле, я каждый день выходил и наелся всей парампурой. Курманская. Потому что, на самом деле, все идет, так сказать, вдохло на мира. И поэтому, открывая маленький секретик, то есть, все такое парампура, если в шеи исходит, то есть, это не я вообще распространяю нас. А я, для осознания Дышны, я не помню, чтобы так было, вот так. И, на самом деле, я научил Ланшалата в распространенных книгах. Долгое время распространенных книгах и меня научил. Ну, и так я ходил, ходил. Лангар, руки! Да! АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё недавно, по утрам, несколько лет назад, в краме раздавался гул мопеда. Где-то рёл на скорости, через калитку, проносился в Амкара, и где-то там во дворе он ставил этот мопед. И потом выходил с вамжеватой пробу на Сангиртана. Прошло несколько лет, и сегодня это один из преданных Ашрам-брамачарей, оригинальных, можно сказать. И я ещё не знаю ни одного преданного, которого такая жёсткая садфа на почтение книг. Каждый день, минимум два часа, Амкара Прагу читает книги и конспектирует всё, что там написано. Поэтому, кто захочет получить благословение, пожалуйста, обращайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, мы подходим к финалу. Второе место. Это преданный, я пока не буду его назвать. Это долгие, долгие годы, влюбленные дни. Даже будучи находить греха, он выходит каждый день с Анкиртоном. Он распространил 134 больших книг и 364 маленьких книг. Тем самым у него 263 балла. Это Девапраска пробег. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Этот преданный, он всегда находится в тени, всегда очень скромный. но все мы можем его заметить, он постоянно находится в храме, постоянно говорит только о Кришне. И хотел бы ему подарить эти книги. Это Шиман Бага, это вышли новые две книги, девятая и вторая. Первая и вторая часть, девятая песня. Спасибо за мое лучшее пожелание. Я хотел бы поблагодарить всех премин, которые помогают, вдохновляют выйти на Санкт-Петербург. Обычно многие, когда выходят из храма, получают книги о Шарфунтовой Матушке, дают свое наилучшее благословение. Также большое спасибо. Атанесуру Прабунукию тоже дал благословения и другим Магараджам. Я хотел зачитать небольшие результаты. Мне так сегодня удалось позвонить Ачале Прабу в Москву, и я спросил у них для вдохновения всех вас, какие результаты марафона были в Москве. Если вам интересно, я могу. Ачале Прабу передает всем премин, Днепропетровской ядре, свои поклоны. И сказал, что только Ашам Брамачарик принес в Москве 40 тысяч, около 40 тысяч очков. Это примерно 15 человек, не включая общину и саму Москву. Только Ашам Брамачарик. Я попросил у него еще список лидеров, хотя бы несколько человек. Он ответил, что третье место занял Чугала Кишо Прабу. Он сказал, что еще фестиваль Санкт-Петербурга еще не проходил, и он точно не знает, сколько у него очков. Второе место занял Смита Кришна Прабу. У него 3800 очков. На самом начале Прабу он Смиренно занял первые деньги. У него 6130 очков. Я хотел попросить у вас всех тоже благословения продолжать миссию Шилы Прабопады и духовных учителей. Это на самом деле очень важно, потому что первое письмо, которое я получил от духовного учителя, там было благословение прямое и косвенное распространять миссию Богородных учителей. Я хотел попросить у всех вас тоже помолиться за меня и попросить своих учителей и гречневых, чтобы я это провозил. Спасибо. Ну и, конечно, мы подошли сейчас к первому месту. Даже не знаю, что говорить, потому что об этом преданном можно говорить очень долго. На протяжении нескольких часов. Это очень старый преданный. Это не в том, что не в воду, но в том, что очень давно он пришел в сознание Кришны. Замечательный преданный. Он участвует очень активно в храме. Я даже затрудняюсь перечислить все его служения. Но я постараюсь как бы вкратце представить. И он успевает и преподавать, и готовить на кухне, и выбирать храм, и общаться с преданными, и проповедовать по региону, еще и пуджарить божества. Этот замечательный преданный распространил 391 большую книгу, 7 средних книг и 2 маленьких. Тем самым у него 595 баллов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова это хотелось бы подарить ему это замечательный и видеть его еще на протяжении долгих-долгих лет я не искал говорить и увидеть его с данной рукой в в в в В плане того периода, который прошёл, я не знаю, почему я всегда ломался. В течение года я занят разнообразной деятельностью Украины, и хотя уже в течение 10 лет я спас меня от мира, и сейчас для меня это как бы праздник, который проходит в течение декабря. Просто так, как оно и есть, хотел сказать, что именно этот марафон, этот «Шеводка Упады», знаете, есть такое выражение, которое мы многие с вами знаем, «Ананда Будды Вадана». То есть это тот мектар, который мы жаждем, это тот мектар, который увеличивается и заполняется. И я вспоминаю прошлые года, прошлый марафон, и, конечно, есть трудные периоды, трудные моменты, когда, я помню, даже бывало у преданных, что мы просто плакали, но это же было. Но, знаете, вот этот марафон, вот как, знаете, что каждый день у преданных – это как праздник. И я помню несколько лет назад, я говорил с одним преданным, это был тоже фестиваль, он готовил на кухне, он целый день готовил просад, и когда уже все шло к концу, то он очень миротворенный, счастливый, мы с ним говорили о том, что такое фестиваль, и он говорил, что это действительно, это огромное счастье, огромное удовлетворение, несмотря на внешнюю усталость и, как бы, внешнюю мутанность. То есть сердце человека испытывает огромное удовлетворение, огромное блаженство. И это то, что я могу сказать об этом марафоне, что это был каждый день праздник, каждый день фестиваль. И второе, что тоже сегодня пришло на ум, когда мы говорим, что, знаешь, когда мы благодарим преданным, что вторая реализация, которая пришла в этот марафон, что преданное – это действительно деревья желания. И я очень благодарен преданным Кривого Рога, преданным Запорожьям, потому что они исполняли все желания. Просто ты действительно чувствуешь, что ты находишься в семье, и все, что тебе нужно, ты получаешь. Также я хотел поблагодарить всех вас за то, что вы продолжаете следовать, пытаясь повторять Святое Имя. Ну а что я так же глубоко понимаю, что то, что мы ищем, мы говорим о повторении Святого Имя, о том, как его важно повторять, как правильно повторять, в какой позе нужно сидеть, в какое время повторять Святое Имя. Но что еще одна реализация, которая пришла, что мы должны служить Святое Имя. Для того, чтобы Святое Имя вам пришло, для того, чтобы оно открылось, мы должны служить Святое Имя. А таким образом мы должны водрузить его себе на голову и нести его в другую. Таким образом Святое Имя начинает раскрываться. Ну и некоторые более глубокие вещи. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за просмотр! Я... Кое-что хотел сказать по поводу этого марафона, что марафон был необычным. В самом начале приехали преданные Санкт-Петербургские и Закорошее ощутило дух Санкт-Петербурга. На Санкт-Петербургах полет 30 человек сразу же. Нам больно, потому что она восприняла сему и по остальным местам, в городе Закорошее. Ну, как для меня само, так это по-настоящему не только за пять лет создания книжных, по-настоящему первый марафон, где я почувствовал, испытал то, что провел. Марафон по праву «Ананда Бутлеварданам», то есть вкус нектара, которого всегда рожден. То есть, когда человек выходит на Санкт-Петербург, он заборывает все материальные беспокойства, болезни, желания. Все это уходит, потому что появляется самое главное желание третьего научного слова, что добро упаду, добро на учителе. И там они уже начинают проявляться. Только, как говорится, глаз держи, чтобы не упустить. И так как был марафон первый, мы все тренировались попасть в садхану, попасть на улицу. Марафон получалась на часик, на полчасика. И результаты как таковые, как я сказал, на домогарашках, на свои две лекции. Ну, если каждый преданк будет по одной книге в день распространять, то за год можно распространить 365 книг. И в конце года это составит определенный результат. Мы старались к этому тоже стремиться. И у нас четверо времени, которые снимали книги, и газеты, и маленькие книги. Вот. Это Гена Устиченко, пробыл он недавно у нас, как говорится. Присоединился к Движению Суданья Кришны. Вот. Его нелегкая... Нелегкая профессия, кстати, очень умело распространяет людям газеты, книги. И они выходят очень довольны и покупают также еще по несколько раз те же самые газеты. Вот. Он распространил за декабрьский марафон «Тысяча газет цивилизации». Привет! АПЛОДИСМЕНТЫ ...больших книг, что составило 27 очков. АПЛОДИСМЕНТЫ Другой бредный... это один очень интересный человек. В протяжении 26 лет постоянно вместе с ним. АПЛОДИСМЕНТЫ Он распространил три больших книги, 215 маленьких, что составило 36,75. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это «Лау Кришнах». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он занял один преды, он уже долго распространял книги. Очень необычные преды. Он на самом-то деле вдохновил нас, чтобы мы... Ну, через духовное учителя, чтобы мы вернулись после... ...поцкого тура и занялись распространением книг, распространением Слава Святого Единого. Он распространил 44 большие книги, 63 маленькие, что составило 75 очков, 45 сотых. Это «Саша» с «Зеленин-Правом». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А он мне говорит, а я ему говорю, ну, мы, в принципе, сюда приехали заниматься в Санкт-Петербурге, поэтому, я думаю, нам некуда будет на это внимание обращать, так что, мы говорим, 10 градусов, 12 градусов, выбежал, 5 минут на улице, постоял, зашел помылся, пробежал, то есть, не суда. И он сказал, что, на самом деле, в чем, в принципе, Драмачаи, что они, как раз, которые должны делать, у них пор, на распространении, и долгое время, я с Амкетами, как раз, медитировал на этого предного, он постоянно вдохновляет этим, что заставляет предных помнить о Кришне, а он не начнет, он иногда может что-то такое сказать, что «предные» очень сильно, в кавычках, скажем, понравится. Благодаря этому предному, также своему духовному учителю, ваш покорный слуга, врач Сахапрагу, он распространил милостью Шещенитая Горячана, Даганат, Владык, Сахапрага, 52 большие книги, не, 54 большие книги и 336 маленьких книг, что составило 130,4 очка. Спасибо. Все, 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 спасибо. 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 Whoa. Спасибо. entertainment fuck. jerинаvora Арюхиа田 hair ье Brendan Ne so I am in было говорить департамент и департамент это в целом храм что непосредственно принимает участие в служении храма это наш замечательный магазин также это кухня которые готовятся божествам и вы можете приходить каждый день пробовать этот просад который готовится на кухне готовят замечательные преданные их можно их очень много и их очень долго можно перечислять это практически все сидящие здесь в этом зале каждый имел такую возможность прийти на кухню и готовить просад сейчас мы вручим торт представителю так как в ипути шахте находится очень сейчас далеко он находится в углубе он находится с махараджами там спирать же на сами махараджи парка сарадхи прыгнул и представьте какая у него там на него проливается милость давайте пригласим сюда нашу горячую любимую матушку шакунталу а а а а АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что сейчас даже, наверное, каждый из вас столкнулся, многие здесь ленеджеры, кто дома, кто на производстве, кто те, что ищут. Ленин даже тот говорил, что кадры решают всё. Так и здесь. Если будут у нас преданные такие крепкие стойки, в этом и всё, то мы распространим. И то, конечно, Господь Чайтанин это сделает, может быть, однозначно сделает. Как помню, это брат Ачарин говорил, ещё там в МНС Полковский был, проповедовал, говорит, вы знаете, ведь предсказание и миссия Господа Чайтанин, она будет однозначно, по всему миру будет расставать святения Господа. Но задумайтесь каждой над тем, над тем. А сможем ли мы поучаствовать в этом? Это всё равно будет. Но будем мы там или нет, это зависит от того. Поэтому я вам очень благодарна, что вы остаётесь здесь, то, что приводите своих родных, близких сюда, и то, что остаётесь и проповедуете. Пожалуйста, продолжайте. Будьте верны, Шри вы проповедовали. И каждый из нас, который ощутит на себе это невообразимое счастье, быть в обществе, быть, как говорится, быть любимым и давать любовь другому. Ещё раз спасибо. Это администрация храма, да? Ещё хотелось бы им пожелать нашим родителям, вот Шарти, которые идут сейчас, Анна Капау, который это размещает, всем-всем лидерам мудрости вам, правильного понимания философии, правильного решения каких-то вопросов, которые стоят перед вами. Потому что не зря же говорится, либо портится откуда из головы, да? Поэтому крепкого истинного сознания Кришны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И даже не находит за слов что сказать. Хотелось бы опять прославить тех преданных, которые тоже занимаются служением, служением всему городу. Это кафе Дамодар. Они также кормят преданных и тех, кто приходит в кафе, очень часто к ним заходится от Киртона подреться. И они их кормят там, когда распространяют книги. И я почему-то раньше думал, почему постоянно в центре все люди распространяют. Потому что там такое церемония. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И сегодня их, конечно, лидеров, старших, кто это возглавил, все. Их нет, но мы здесь их представители. И хотелось бы поблагодарить от храма. Мы хотим заниматься продолжать то же служение, что они выполняют. Давайте их пополосовим. Хариво! АПЛОДИСМЕНТЫ Также хотелось поздравить основателя ихнего. Это город Адабры. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте голосовим его, чтобы он продолжал заниматься. Ни в коем случае не оставлял это служение. Ари-и-и-и-о! Как так, как нет ворогодавтора, есть представители. Смотрю, здесь сидят их. Может быть, кто? Может быть супруга Супруга, да? Да и господи намокать За победу не только покушать Он, верится, руки покушать Вышедшая Шима Бау, это девятая песня Я просто хотела сказать, что преданные заходите Не только руки помыть В туалет сходите Но каждое утро, 364 дня в году проводится служба и чтение Шима Багаватом Кто не имеет возможности, приходите и показать Мы готовили, я точно не помню, 2000 шагов Которые разбрасывались с колесниц от господа Джаганана Также вот они, недавно проходило поздравление города Там участвовали мэр города Куличенко Иван Иванович И эта акция проходила для всех детей Детей, кто проживает в интернате и малоимущих семей И также кафе Дамадара Они затоили тоже 2000 шариков Которые сам Куличенко Иван Иванович раздавал детям Мы перейдем к поздравлению Это преданные, старшие преданные регионов Которые отвечают за города, в которых они проживают И поповедуют там, и обучают их преданных Это Непродержинск Замечательный город Днепродержинск Который находится рядом И преданные постоянно приезжают на каждый фестиваль Каждый праздник, каждую отец на программу Старшие ядры, которые там находятся Это карта, которую все вы его знаете Они даже сейчас заняты служением на кухне Ими практически на протяжении уже больше года Замяты служением на кухне Готовят воскресные пюре Которые все мы хотим пробовать И хотелось бы сейчас пригласить Давайте громким возрастом Калиболок Калиболком Калиболок Ари-Ари Ари-Ари Спасибо. Спасибо. Господа, деревянки вы уже получили. Это у меня приказ вашей племени. Могу что-то сказать. Я хотел бы пожелать... Я не готов еду наше дамо. Бескорестного служения. Это то, что мне твоя двойка. Но когда мы действительно занят служением преданных, и когда мы действительно каким-то преданных, бочналы, то ты получаешь этот духовный опыт, который проявляется через духовное блаженство. Это значит, ощущать это духовное блаженство вдохновление. Вдохновение мы, вдохновение вдохновения в нашем служении. Поэтому, я хочу быть всем пожелать найти такое оставление, найти себя в служении личной, действовать действительно для удовлетворения Бешнау. Дивитрить господа очень сложно, но для удовлетворения Бешнау может быть проще. Ведите на себя тот выяснение, которое вы могли бы открыть в большинстве, и служите на бесконечности, не ожидая ничего другого, даже подарок, не повредил. Спасибо большое. Мы думали, что подарить этому замечательному преданному, и недавно просто потолкнул такой случай. В субботу он давал здесь лекцию Башима Аклава утром. И так получилось, что в пятницу утром я позвонил и пригласил, чтобы Рактака Прабул в субботу дал лекцию. Он говорит, ну, а так как мы сейчас читаем девятую песню, и ее нет ни у кого, и пришлось по телефону читать ему этот стих и комментарий. И там где-то около восьми стихов получили, без комментариев. И мы решили, что теперь он может приезжать намного чаще сюда со своей книгой уже с девятой песни и давать лекции. Давайте голосовим его. Спасибо большое. Плам не выдержало. Так как мы так плавно перешли к попечителям, то есть на самом деле мы хотели вот так вот прославить попечителей, те, кто непосредственно помогает храму, непосредственно активно участвует в помощи, распространению Санкиртаны. И мы сейчас вот будем их поздравлять всех, это наши попечители, которые в какой-то мере кто-то большие жертвы, кто-то меньшие жертвы, кто-то жертвы деньгами, кто-то жертвы своим служением, своим примером показывая, как нужно служить Господу и предам. Хотелось бы пригласить сюда старого, тоже замечательного, преданного, который очень долгое время уже в сознании Кришны, который до сих пор занят активным служением. Он прошел довольно-таки очень долгий путь от Барамачари, распространению книг, потом к Куджари. Сейчас он занимается проповедью по регионам, такие отдаленные участки, это Кременчук, Павлоград, сейчас вот он стал еще ездить в Днепр-Дзержинск. Это замечательный преданный Синаруп Абрабуру. Сейчас он занят служением опять Господу Джаганатки, браманическим служением. Он готовит. Старший повар на кухне Джаганатки, он готовит Джаганатки. Давайте его еще раз восстановим. Я сейчас сидел и вспоминал, как начиналось здесь все. Мне повезло посмотреть на тех преданных, которые практически толкнули здесь миссию Санкетова. Недавно приезжал сюда, это читание про Булу. И как-то мы засиделись, заговорились о конце 80-х. Я их, правда, не застал, но он немножко рассказал о начале 90-х. И он сказал, что, к сожалению, похоже, то время безвозвратно ушло. И тогда, в конце 80-х, буквально четыре человека толкались здесь миссию Санкетова. По крайней мере, таких выдающихся было буквально четыре человека. Это вот Неда Чайтанья Прабху, Барадвач Прабху, Бхават Ачарья Прабху и Виктор Прабху. Были еще, может быть, три-четыре человека, которые были не так активны. Представьте себе четыре начинающих преданных, у которых не было еще ни духовной силы какой-то, ни духовной реализации. Не было даже средств каких-то, не было поддержки какой-то. Наоборот, как раз, скорее был... Это постоянно называется, постоянно перечит. Антагонизм какой-то со стороны людей. Но, тем не менее, нашлись деньги, и был выкуплен дом на исполкомовстве. И как раз в начало 90-х, когда я попал, сорок Прабхачарей уже откуда-то непонятно взялись. Сорок Прабхачарей буквально в двух комнатах. И тут же проявились, опять-таки, непонятно откуда, проявились великие махарадхи, которые могли распространять по 50 книг в день. Позже по 70, по 100 книг в день. Когда я с Абхидеей Прабху ездил поваром на Санкиртану, я помню те дни, когда 120 наук самосознания в день стабильно. Поэтому я хотел бы тоже вспомнить имена тех первых махарадх, которых, может быть, нет сейчас с нами, но которых я лично помню. У меня много фотографий. Это вот Мурари Гупта Прабху, величайшая махарадха. Апрамия Прабху. Брат Ведикархи, Ачарятакур Прабху. Удгарандата Прабху. Позже появились Рамабахта Прабху. Кашишвара Прабху. Позже появились Мандалакара Прабху. Много преданных, которые живут в моих сердцах. Я очень благодарен им за то, что они брали меня на Санкиртану с собой. Брали больше, чаще повара. Я никогда не забуду те годы, потому что фактически они лепили из меня преданного. Я очень благодарен за это. И если когда-то и получается здесь хороший просад на кухне, то знайте, что в это время я был в монастыре Санкиртану в тех временах. Олег Мишин. Олег Мишин. Олег Мишин. Олег Мишин. Олег Мишин. Мы можем его покрасить. Олег Мишин. 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 здесь нет, и многих, честно говоря, я затрудняюсь их прославить, может быть, потому что, не знаю многих, потому что, знаете-ка, сюда попричители, они всегда скрытные, тихо зашли в канцелярию, отдали матушке шепут за деньги и тихо так же ушли, они стараются не проявляться, но так или иначе, они сейчас будут сюда выходить, и мы их сейчас будем здесь прославлять. Это Тучина Валентина. Следующая у нас идет, это Ганхари Девидаси, это матаджи, которая занята служением в кафе Гавинда. Она занята служением, она убирает и моет посуду, она тоже очень старая, преданная, уже очень долгое время находится в сознании Кришны. Давайте ее пригласим. Я прошу прощения, я не знаю, имени Макарова. Дальнейшее такое служение, подарим ей байшнавский календарь на шестой голос. Старгуева Татьяна. чтобы тоже жертвовать храму. Евгения. Евгений. Замечательные преданные, которые постоянно, регулярно жертвуют храм. Всю семью это Лукановы. АПЛОДИСМЕНТЫ Самый старший представитель. Это книга Шима Баутан, которую я буду читать и вдохновляться. Это служение. Приходит в храм и занимается служением в храме. Он постоянно что-то делает здесь. Что-то видно, что какое-то движение постоянно по храму. У нас постоянно горит свет в храме. Благодаря ему. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В данный момент их нету. Они уехали в Венрию, в общину, в Венгельскую, для того, чтобы как-то больше узнать, потом приехать и рассказать нам. Это преданные, которые не только помогают храму, они сейчас и строят общину, которая находится в Мадалиновском районе, если вы ее знаете. Это Кокула Тавани Деви Даси и Джай Говинда. АПЛОДИСМЕНТЫ Преданные – это Шивананда Сена. АПЛОДИСМЕНТЫ Шивананда Сена – это тоже один из их уже старых преданных, которые постоянно приходят в храм, постоянно помогают, он жертвует. И так как я знаю его хорошо, он является учеником моего Духовного Учителя Парка Саратов и Крыму, и даже вот его помощь, которую он оказывает своему Духовному Учителю, он жертвует гений, он жертвует регулярно, и вот у нас подводили итоги, он больше всего даже пожертвовал своему Духовному Учителю и всех учеников, которые он жертвует. На лечение своего Духовного Учителя. Давайте его прославим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо такого преданного – это Хариха Пау про Бога. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Опять вот преданный, но его опять у нас нет, и хотелось бы, тоже много можно о нем говорить. Это очень старый преданный. Это тот преданный, который построил этот храм, который до сих пор участвует в строительстве и храма, и Магдалиновского проекта, где строится община. Это Нанда Махараш Прабоевский. Нету, да? Сопруги нету. Он сейчас занят служением, как всегда, наверное, где-то ездит. Занимается строительством в лагере. Безнистский Сергей. Заметный он. Знаете, он занимается служением, скромное служение. Ему, которые пишут лекции, ему передают, и он их пишет на диск. Потом бескорыстно такое служение. И он приносит потом храм, преданно просто дает. Давайте. Которые, кто жертвует, тоже элегантно храму. Это Шестаков, Сергей и Лариса. Которые тоже долгое время уже ходят в храм. Он всячески помогает тоже храму. И я знаю, что очень активно он помогает своему духовному учителю. Это в аномалии Прабо. Очень жалко, что я читаю список, а их никого нет. Это те, кто занят, постоянная работа у них. Они заняты и люди. Их очень преданы, их очень редко. Так, очень редко. Их очень тяжело всегда поймать, чтобы они поприсутствовали на этих бирах. Они всегда своими действиями... Потом он уехал в Киевский храм. Занимался там очень долгое время служением. И сейчас он просто болеет и не мог приехать сюда. Он сейчас возглавляет департамент от учителей. Он проводит с ними революционные встречи, с ними общается. Практически, кто его знает, он активно участвует во всех фестивалях, которые проходят в фестивале. Это песо-пуджи, ратха-диатры, когда мы проводим. Давайте проставим его. Спасибо. Также очень замечательный преданный. Это Промараса Бравлова. Он был с утра, и он уехал на работу. Также он очень активно участвует во всех фестивалях, во всех мероприятиях. И практически вот ратха-диатры, которые проходят в городе, все вы знаете, это вот благодаря ему, он организовывает с горы с полкомом. И с областными службами. Он решает практически все эти вопросы, для того, чтобы Господь Джаганадха смог проехаться на колеснице по нашему городу и проделить милость на преданных. Давайте его проставим. Хария! Это преданный, который без всякого, тоже безоговорочно, там, звонящему, там, нужно это. И он сразу привозит и дает. Это Паша Слепсов. Он же, он же в народе Паша Кекс. Паша, это тоже вот такой он преданный, своеобразный, да. И многие тоже не знают, он практически поддерживает футфулайф. Он сам ездит к этим бабушкам, сам участвует активно в выходных там праздниках, привозит им туда сладости, фрукты. И как бы мы об этом, ну, не знаем, потому что об этом не афишируется в ромках, но это преданный, который очень сильно заботится о бабушках. Хариба! Да, советами. Они всегда подходят за советами, они всегда дают мудрые советы. Это Матаджи Ратна Мала. Хариба! Ратха Матхава Деридаси! Славить Раджарани Деридаси! Обещал приехать Олег с Пабхарами, но он почему-то не приехал, хотя по телефону 2 дня назад и сказал, что я обязательно приеду. Хотелось бы тоже его благодарить, это тоже такой старший преданный. Он очень долго в сознании Кришны. Хотелось бы, чтобы он поделился своим служением, рассказал им. Давайте его тогда прославим. Хариб! Хариб! Очень-очень сильно проповедуют в городе Днепропетровске, не только по всей Украине они ездят. Это фестивальный департамент. Хариб! Аплодисменты! Мы не представляем, что у нас забыли, но все-таки есть. И нас много. В общем, то есть, я хотел бы поблагодарить преданных, которые активно нам помогают, которые принимают участие во всех наших фестивалях, во всех наших, так сказать, проектах. Ну, если перечислять часть всех этих прежних, как я сказал ранее, то есть, ну, это займёт большой промежуток времени. Но некоторые, которые принимают самые активные участия, я хотел бы им сейчас отметить. Это, прежде всего, супружеская пара, у нас несколько супружеских пар. Это Двира Грахи, Вила Ланджави. Вила Ланджави. Шахи Сарупа и Думати. Вила Ланджави. Вила Ланджави. Вила Ланджави. Есть также некоторые прежни, которые я хотел бы поблагодарить, которые... Они, может быть, не принимают активного участия непосредственно в фестивалях и в наших программах, но они нам помогают морально, даже морально, материально. Это Примараса Прабу. Я хотел бы попросить вас секретно, чтобы вы помогали нам, помогали своими наставлениями, помогали своими благоставлениями, принимали активное участие в наших, так сказать, действиях. В следующем году мы планируем провести большой проповедческий тур по Украине. В прошлом году в этом туре принимал участие частично небольшой. Друзья у нас с вами, то есть, может быть, в следующем году также придет на наши милости и как-то заедет к нам. Так что, принадлежа, принимайте в этом свое пассивное участие. Мы вас будем ждать. А в этом году? А в этом году? А, в этом году. В этом году тоже будет готовить. Возможно, в нем прибыль и счастье, дорогие. Наша следующая часть программы – это клуб веселых и находчивых. Стало уже традицией, что в течение многих лет в Днепропетровской ядре на фестиваль «Санкиртаны» проходит КВН. Я вначале уже говорил, что КВН этот готовится буквально в последний день, два и последнюю ночь. И преданные делают, на самом деле, очень необычные чудеса. Буквально за один день, ночь готовится КВН, который потом все вспоминают в течение года. И более того, есть КВН, которые помнят много лет, когда были давно еще. И сейчас я хочу пригласить сюда две команды, которые участвуют сегодня в КВН. Первая команда – это команда «Грехас». Там в основном семейные, преданные. И ее возглавляет Садачара Прабов. Безумие! Эта команда называется «Община уходит в небо». И я приглашаю вторую команду, которая выбрала название такое необычное. Хотя, с другой стороны, мы часто об этом слышим. Они назвали себя «Позитивное мышление». «Общину уходит в небо» И выгляните позитивно, если она гораздо больше. Сейчас мы выберем с вами, мы попытаемся сделать жребий, какая команда будет выступать первой, и, сказали, будет монета. Пожалуйста, давайте монету. Выбирайте, какая сторона. Все очень просто. А, мы? Да. Орел, решка. Ну, наш орел, конечно. Мы, а мы реальные решки. Ну, что, выберем? Орел первый. Все. И теперь сейчас. Следующее, что мы сделаем, это выберем жюри. Очень важно, чтобы это соревнование прошло с оценкой жюри. И мы не только будем предлагать ставить баллы, но и просить жюри высказать свое мнение. У нас все очень серьезно. Поэтому, сейчас я хочу пригласить преданного, который уже много лет участвует в жюри. Это Виктор Сиры. Затем, следующее. Давайте, пожалуйста, жюри вот здесь вот так. Как-то садиться. Сделаем. Может, коврики выносить. Чтобы у нас все было красиво. И следующий, которого мы приглашаем в жюри, это Мадан Габал Прабу. Рибу. Он об этом еще не знает. Только в этот раз я слышал. Пожалуйста, пригласите его. Он там находится в том, в отельном кабинете. Да, да, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. И сейчас я бы хотел пригласить еще одну преданную в жюри. Это независимый наблюдатель. Она не будет привязана ни к одной стороне. И будет давать объективную оценку, как это она делает всегда. Это Матаджи Наталья. Она не знает тоже об этом. Давайте его приветствуем. Какая же правда. Давайте подумаем. Да, я вот смотрю, очень активно. Очень активно и обязательно примет участие в оценке преданных. Это Матаджи в красной кофточке. Давайте ее пригласим. Считать баллы. И он будет в жюри. Сынорук надо в жюри. Сынорук уже все хорошо. Сынорук уже все хорошо. И так у нас в жюри. Виктор Сирый. Матанга Бау пробовал, несмотря на все свои отказы. Он остается. Не удовольствием. Решил это. Шанти Сваропа пробовал. И Сингаропа пробовал. И Матаджи Наташа. И Чанфра Сундери. Готовились очень серьезно. Поэтому баллы, которые они будут отмечать. И вот эти цифры мы естественно не нарисовали. и не подготовили. Поэтому у нас пятибальная оценка будет. И надо будет баллы выставлять рукой. Вот так. Вот так. Вот так. И с ключей по пальцам можно двумя руками. Все очень просто. Жить просто, мыслить воздушно. Как у нас есть. Хорошо. Жюри. Давайте поприветствуем жюри. Рину. Первым пунктом. Дайте звук, пожалуйста. Первый пункт нашего КВН это приветствие. И мы приглашаем команду позитивное мышление. Спасибо. both у нас и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 что в 94-м году ваш городок с населением 10 тысяч была отправлена в группу недоучившихся на бактопрограмм прохвачали распространять книги. Сказали, пора распространять, а потом доучить. Да вот беда, забыли об этой группе совсем. Навсегда. И остались эти бактопрограмм прохвачали одни-одинешеньки в этом городе. А то их доучить, ничего не знали. Знали только, что нужно распространять книги любыми путями. И чтобы книга про хубаты была в каждом доме. С тех пор в этом городе никаких книг, кроме книг Шилы про хубаты, не читают. Мало того, что не читают, никаких других книг больше и нет. Мало того, что никаких книг нет, других книг никогда никто и не видел. Что книги? Люди деньги домой не успевают приносить, на улице все на книги тратят. Постепенно все брахмачари женились, обзорились семьями, детьми. Но так как все-таки на бактопрограмм не доучились, то толком, как устроить семейную жизнь, не знали. Знали только, что нужно жить общиной. Все воспринимают вместе святые имена, которые занимаются санкиртанами. И я хотел села правопада сотрудничать. Поэтому мы все вместе. Поэтому мы все делаем вместе. Даже книги распространяем. А еще мы вместе проводим службы. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не играй! Кстати, знаю адресочек одного казенного дома В Днепропетровске, но недалеко-то от вокзала совсем Иди, Соколик с Богом, иди, там тебя уму разуму и научат, иди, дорогой Еще пять человек и бактопрограмм на этот год набрано И так уже полгода на бактопрограмм отправили Кому книги распространять будем? И сейчас я попрошу жюри дать свою оценку Пожалуйста Какой командир? Команда, первая выступала команда «Позитивное мышление» Пожалуйста Восемь Четыре 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 Пять Следующая команда «Община уходит в небо» Десять Пять 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 По традиции Принято я попрошу кого-нибудь из жюри выступить и сказать свою оценку о данном бандарсе Первая команда Я когда-то, почему, ну как бы так, получил лодки и нашел Я когда ехал в электричке лет 15 назад Рядом сидел ассажир и читал газету Там была статья Название было такое Мы будем убивать материалистов большими буквами А потом маленькими было так При помощи проповеди И это такая была пропагандистская статья Подпись чела про уклада То есть, ну и как там было созвучно Пулеметы, автоматы, ракеты Ну конечно в счете это проповеди Все остались живы Это как бы так Позитивное мышление Поэтому соответствует названию команды А вторая просто она потрясла как артистизмом и, ну, как сказать, замыслом, декорациями Поэтому она тоже глубокий след оставила Спасибо И следующий конкурс Называется Разминка Конкурс Следующий конкурс Это разминка И конкурс этот называется Образован значит закален И сейчас мы Приложаем команду Позитивное мышление Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...